Макароны, сосиски, супы и пицца. В школах Сургутского района переходят на шведский стол. Теперь сами дети смогут выбирать блюда, которые хотят съесть за завтраком и обедом. Предполагается, что малыши из начальной школы будут вместе с родителями определять меню на неделю. А вот старшеклассники смогут каждый день брать то, что им хочется съесть. Расплачиваться за европейский формат обедов можно будет просто. Единой картой, в которую вшит пропуск школьника. Подробности в следующем сюжете. Это не черноморский отель и никакое другое курортное взморье. Шведский стол в школьных столовых теперь дело обыденное. Во всяком случае в Сургутском районе. Отныне всех школьников 13 поселений будут кормить теми блюдами, которые они пожелают сами. Такую систему власти внедрили по двум причинам. Во-первых, так школьники уж точно станут сытыми. А во-вторых, выбор обеда это тоже выбор, который воспитывает самостоятельность. Сейчас в районе разрабатывают для этого информационную систему. Предполагается, что у детей 14-летнего возраста могут быть на руках электронные расчетные карточки. И эта карточка может быть не только платежным инструментом, но и инструментом для доступа в образовательную организацию. То есть у ребенка будет одна карта, которую он будет пользоваться и в столовой, и во время захода. Это очень перспективный проект. Чтобы перейти на новый формат, перестроить работу пришлось и фабрикам, кухням. В Сургутском районе их две. К слову, в наступающем году в штат примут диет-сестер. В новом меню предусмотрели и диетический стол. По Сургутскому району 37 человек больных с сахарным диабетом. И, конечно, для этих детей действительно нужно меню, которое разработано диетологами, которое как правильно представлено, приготовление. Например, сахарный диабет, им нельзя сахара, понимаем с вами, что да. Поэтому дается, например, им не все крупы можно, но время им ограничения риса. То есть им делается плов с гречкой, ой, простите, с перловкой. То есть, понимаете, вот это именно идет в синагических карточках, и у нас все это различие. Чтобы не создавать в столовых очередей и опробовать систему, потоки школьников развели. Начальная школа будет выбирать себе меню на неделю вперед. Помогать в этом детям будут родителям. Старшим классом же предлагают выбирать блюда из имеющихся на шведском столе. И расплачиваться каждый день. На фабрике кухни говорят, что идти по пути шведского стола не боятся. И даже наоборот считают, что так дети будут куда охотнее съедать все, что поставили себе на поднос. Будет внедряться система ладошки, которой они будут оплачивать свое питание. Та сумма, которая выделяется государством, будет идти как скидка. То есть у них считываться она не будет. Самое главное, что родитель в личном кабинете будет видеть, что съел сегодня их ребенок. Куда потратил он эти деньги. Не потратил он их ни на чипсы, ни на что-то другое. Формулировки на что-то другое теперь, видимо, в лексиконе детей не будет. Школьники идею свободного выбора обеда уже оценили. Едят, как рассказывают повара, теперь охотнее и с аппетитом. Сейчас больше разнообразия и выбираешь то, что им нравится тебе. Ну, возьму салат, компот. Первое, посмотрю, наверное, макароны с котлетой. Что бы заменило в том стандартном меню? Ну, кашу. На что? На макароны. Пельмени, наверное, любишь? Ну да, пельмени тоже бывают. Система шведского стола уже внедряется в 19 муниципалитетах Югры. Сургутский район в их числе. Сейчас здесь дорабатывают информационную и платежную платформы, чтобы школьники могли выбирать, а родители знать, что едят их дети. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургутский район.